Губернатор Приморья во время поездки в Дальнереченск дал поручение по созданию системы по упреждению наводнений. Наибольший удар стихии из всех северных муниципалитетов пришелся именно на Дальнереченск, где до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. Сейчас Олег Кожемяка лично координирует аварийные работы. Я хочу выразить огромную благодарность, что в трудную минуту вы оказали содействие. То есть, курируйте все наши микрорайоны, молодцы, администрации Дальнереченского городского округа, чтобы вовремя была доставлена хоть вот эта вот все дресьва, которую мы оградили улицу Арсеньева, по возможности ограждали там, где были прорывы. Вот в этом большое всем спасибо за сотрудничество. Ну сами работали здесь. И сами работали, да. Молодцы. Для этого уже сейчас делается оценка производства необходимых работ, которые начнут выполняться в этом году и продолжатся в 2025-м. Мы сюда поставим группу спасателей с компом, которые помогут подвал отвечать. Вот у нас привезли сюда агентство по гидротехническим сооружениям. Мы вообще по всему периметру посмотрим, как закорцевать, какие поставить водопропускные трубы, где шибера, где насосные, тем, чтобы уже здесь полностью поднять еще дорогу. Тут не допустить такого прилива воды. Мы же чокались. Тут по всем, значит, здесь пройти по этой улице, по всем, значит, да, и Арсеньевская, и там все закольцевать. Для выполнения такого комплекса работ в муниципалитете создадут филиалы агентства по гидрологии и Примавтодора, оснащенные специальной техникой и специалистами. Мы должны сформировать с вами здесь устойчивый филиал Примавтодора, усилить его, значит, техникой. И он включился бы в работу по городу Дальневеченскому, Дальневеченскому району. Значит, определились мы в том числе о том, что проработать систему с ГОЧС по поводу того, что те пожарные, которые у нас сегодня находятся на службе, могут по совместительству, вот, то есть быть закреплены трудовыми соглашениями за конкретной техникой и, значит, получать еще доплату работы на этой технике с Примавтодора. В округе в течение года появятся дробильные и асфальтобетонные заводы, что позволит эффективнее ремонтировать дороги. Определят и дополнительные карьеры для забора скального грунта, без которого невозможно укреплять и отсыпать проезды. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.